Итак, коллеги, добрый день. Давайте начинать. По традиции я сначала кратко, минут за пять расскажу некую вводную, представлю себя, нашу компанию, чем мы занимаемся и о чем пойдет сегодня речь. Меня зовут Александр Стародубов. Я руководитель проектов компании BI-Consult. И сегодня мы с вами поговорим на тему визуализации применительно к системе бизнес-анализа ClickSense. Наша компания занимается системами бизнес-анализа и бизнес-аналитикой уже достаточно давно, с 2009 года. Преимущественно на технологии Click. Если говорить об этой технологии, то наша компания на сегодняшний день является самой титулованной компанией в Российской Федерации. Больше всего регалий и наград премий нашей компании от вендора имеется. И сегодня, думаю, будет достаточно интересная презентация во всех нововведениях, в части графики, во всех визуальных новшествах, которые появляются в системе и как можно их использовать. И наш вебинар, я думаю, продлится минут 40 ориентировочно, и после него можно будет в чате написать ваши вопросы. Поэтому, если какие-то вопросы у вас будут возникать по ходу сегодняшнего мероприятия, то вы их, пожалуйста, не забывайте, а в конце напишите, пожалуйста, их в чат. Я по ним пройдусь и на все отвечу. Совсем кратко расскажу еще о том, что система бизнес-анализа Click достаточно давно, а именно порядка 8 последних лет, неизменно является лидером, согласно исследовательскому агентству Гартнера. Там небезызвестный магический квадрат Гартнера. И Click занимает там место в планете лидеров. Вообще, система бизнес-анализа предназначена для того, чтобы подключиться к различного рода источникам данных. Это могут быть хранилища данных, RP-системы, CRM, 1S, Excel-файлы, различные веб-ресурсы. Собрать оттуда информацию, при необходимости ее сконсолидировать, объединить и предоставить уже пользователю для анализов в удобном для него виде. В виде отчетов, графиков, дешбордов, диаграмм. И вот сегодня мы как раз многие такие примеры рассмотрим. Вообще, система бизнес-анализа Click применяется в различных областях, начиная от отделов, занимающихся коммерческой деятельностью. Это анализ продаж, анализ клиентов, активностей. Дальше можно идти уже в анализ маркетинга, анализ финансовой информации, это консультация финансовой отчетности. Дальше может быть анализ производства, анализ HR-отделов, сотрудников, персонала и вплоть до IT-подразделений, где тоже зачастую используются инструменты бизнес-анализа для решения их задач. Область применения достаточно широкая. И последнее, что хотел сказать, на сегодняшний день у нас уже более 120 коммерческих проектов на технологии Click реализовано. И на экране сейчас представлен далеко не полный список контрагентов, с кем мы на эту тему взаимодействуем. И, в общем-то, все они оценили преимущества, удобства данного инструмента для решения своих задач по аналитике. На этом вводную часть я бы хотел, наверное, закончить. И дальше уже перейдем непосредственно к самой цели сегодняшнего мероприятия. Я открываю инструмент ClickSense, систему бизнес-анализа. Запускаю стартовую страничку, она называется Hub. Здесь представлены уже те разработки, те модели интерфейса, которые были реализованы. У нас сегодня интересует отдельный интерфейс, для того, чтобы в нем смотреть все те графические новшества, о которых хотелось бы сегодня рассказать. Если говорить о вообще способах предоставления информации в системах бизнес-анализа, то они более-менее всегда традиционны. Это табличные представления, плоские таблицы, либо же сводные таблицы, и различный набор графиков, таких как столбчатая, линейная диаграмма и так далее. И система Click, она включает в себя ряд штатных инструментов по визуализации, которые доступны, в общем-то, сразу же после установки платформы. Давайте бегло пройдемся по ним. Это гистограммы, это спидометры, это графическая визуализация карты, это каскадная диаграмма а-ля живодопад, это KPI-показатели, комбинированная диаграмма, столбчатая вместе с линией 4 и круговая диаграмма, различные KPI, пузырьковые диаграммы. Всего на экране мы видим, сколько таких объектов в базовом режиме может быть доступно. Если мы кликнем на какой-либо объект, то в правой части появятся дополнительные свойства. Как мы его еще можем донастроить, видоизменять? Видим, что свойств, несмотря на то, что достаточно много, можем менять цвета, легенды, шрифты, заголовки, но все-таки этот набор несколько ограничен, в связи с чем, собственно, возникают следующие вопросы. Можно ли как-то изменить, добавить, вот хотим реализовать свой график, которого нет в штатном режиме, к этому мы сегодня как раз и подойдем. Пока я покажу, что обычно реализовывается с помощью штатных методов, доступных, условно говоря, из коротких инструментов. Сейчас мы видим следующую картину, да, это может быть, либо же, это таблица, нет, то есть подкрашивать. И пройдем уже немножко дальше. Сейчас посмотрим другие варианты. Как-то все может быть представлено, реализовано. Визуально выглядит достаточно красиво, но очень часто, повторюсь, возникает такая проблема, что хочется где-то что-то выделить таким образом, чего в штатном режиме сделать не получается. В связи с ограниченным набором возможностей и свойств по изменению тех объектов, которые представлены на экране. Но, тем не менее, даже в штатном наборе, в общем-то, можно сделать достаточно полезные и красивые вещи. Красивые как с точки зрения визуализации, а полезные с точки зрения самого вида анализа, который, собственно, проводится. Ну, чаще всего используются комбинации графических представлений и табличных, да, для того, чтобы на графике визуально можно было следить и увидеть некую тенденцию и сразу же выявить какие-то интересующие нас вещи. Для того, чтобы в дальнейшем в табличном представлении их можно было более подробно изучить и детализировать. Ну, вот таким образом я на графике что-то выделяю, и в табличном представлении информация у меня сразу же перестраивается, для того, чтобы можно было сфокусироваться уже на конкретных цифрах после того, как изучили график. Вот, собственно, таким образом выглядит тот штатный набор, который доступен по умолчанию. Ну, в связи с тем, что таких запросов и пожеланий, чтобы добавить что-то нестандартное, изменить было очень много, то производитель, вендор системы Клик изначально заложил такую опцию, что человек, обладающий хорошими навыками программирования, может самостоятельно странировать визуальный объект, который будет интересен ему. Либо же есть другие доступные варианты, вот о них мы сейчас поговорим подробнее. В феврале 2019 года, то есть буквально совсем недавно, компания Клик выпустила следующую версию очередного своего продукта Кликсенс. Они раз в 10 недель выпускают новую версию. И вот в последней версии появилась достаточно интересная вещь, так называемые бандлы. Что это такое? Одновременно с установкой или обновлением программного обеспечения появляется опция установить эти бандлы, либо нет. Их всего два. Первый бандл, так называемый Клик Дэшборд Бандл, это по сути как раз дополнение тех нестандартных объектов, которые изначально не входили в штатную комплектацию. Обращаю внимание на то, что все эти дополнения, которые выпускает сам Клик, они поддерживаются компанией Клик. Они входят в сам инструментарий и они представлены немножечко отдельно, чуть позже объясню почему. Давайте более подробно рассмотрим первый бандл, Клик Дэшборд Бандл. Клик Дэшборд Бандл это по сути набор расширений визуализаций, которые можно использовать для удобства перемещения, так и выполнения выборок в приложении Клик Сенс. Собственно пакет доступен в разделе пользовательские объекты, как раз при установке. И по сути он расширяет те возможности по навигации, которые изначально есть в инструменте. Если говорить бегло и перечислять то, что есть, то это расширение подборщика для интервала дат, по сути более удобный календарь. Я вам покажу, как он выглядит. Расширение кнопки для навигации. Соответственно можно добавлять кнопки для перехода к другому листу, к истории, либо к какому-нибудь веб-сайту. Можно добавлять одно или несколько действий для выполнения перехода. Следующий виджет, который был реализован, это расширение создания отчетов on demand. По сути, вот он третий идет. Это, если мы перенесем сюда, по сути это кнопочка, в настройках которой мы можем увидеть, что она тесно интегрируется с компонентой импринтинг. То есть она предназначена для того, чтобы при нажатии на нее визуальное представление, график таблицы, либо отчет автоматически выгружалась с помощью компонента импринтинг в Excel, либо в другой формат, который поддерживается. Такие как Excel, Word, PDF, PowerPoint, дальнейшая отправка либо по e-mail, либо с сохранением в электронном виде где-то по сети, причем в виде по-пиксельном, а то есть не в том виде, как это на экране представлено, а более кастомизированном. Например, если мы говорим об Excel, то это с объединением ячеек, с местами для подписи, хамо-титулов, то есть с учетом того шаблона, который требуется выгрузить данные. Расширение следующее идет для контейнеров, то есть можно отображать визуализацию в зависимости от установленных условий. Расширение контейнеров с кладками, тоже сейчас посмотрим, как это выглядит на экране. И расширение для ввода переменных. Я выхожу из режима редактирования и посмотрю, как это может выглядеть на экране. Вот, например, самый первый вариант с календарем. Появилась вот такая опция календаря. Раньше он был достаточно стандартный в виде фильтров. Сейчас можно еще вот такой вариант использовать. Ввод переменный. Соответственно, пользователь может задать некое число, которое сохранится в виде переменной, и в дальнейшем оно будет использовано уже в расчетах. В правой части экрана представлена такая карта HitMap, которая обычно используется для того, чтобы выделить какие-то особые области, где самые большие, либо минимальные, явно выделяющиеся значения. Отобразить их в виде тепловой карты. И вот пошли следующие опции. Один из самых популярных запросов на добавление визуализации был инструмент по воронке. Да, его не оказалось в штатном изначальном варианте. То есть его не было. Вот теперь он появился. И выглядит вот примерно таким образом. Соответственно, он может уже дальше настраиваться, кастомизироваться под любые другие нужды и запросы. Давайте мы вот... Теперь перейдем сюда. Первый бандл был как раз дэшборд-бандл с инструментами для навигации, если так грубо обобщать. Второй бандл называется Click Visualization Bundle. Это вот как раз те самые графики, о которых мы сейчас и говорим. Это диаграмма воронка, которая обычно используется для показа данных в каких-то потоках, процессах. Да, с точки зрения отображения, она схожа с круговой диаграммой. Эта диаграмма может отображаться либо с высотой и шириной сегмента, либо с площадью сегмента пропорциональной данным. Также, в общем-то, диаграмма может включать сегменты одинаковой высоты и ширины без привязки к началу координат. Диаграмма радара, она же называется еще паукообразная диаграмма, хорошо показывает такие связи данных. Условно, ее можно представить как линейную диаграмму, но развернутую на 360 градусов, то есть такую загнутую в окружность ось Х. И каждый сектор диаграммы отражает значение переменных, расположенных по окружности. В общем-то, ее полезно использовать, когда в нашем наборе есть небольшое количество переменных с высоким уровнем вариативности, чтобы при взгляде на эту диаграмму были понятны значения. В общем-то, часто такие графики используются для отображения динамики одной величины за временной отрезок, либо там рейтинга в спортивных состязаниях, рейтинга товарных групп. Следующий вариант – это диаграмма тенки. Еще ее называют диаграммой Сенкея. На ней отображаются потоки и их количественные величины в пропорциональном соотношении друг к другу. Ширина стрел линий используется для обозначения величин, поэтому чем больше и шире такая стрела, тем больше количественное значение потока. В общем-то, эти линии потока могут объединяться или разделяться на разных этапах процесса. И для деления диаграммы по разным категориям или демонстрации перехода от одного состояния процесса к другому еще дополнительно используется вот такая вот цветовая гамма. В общем-то, как правило, эта диаграмма используется для визуального отображения движения энергии, денежных средств, материалов. Ну, в общем-то, их можно использовать для демонстрации потока любого отдельного системного процесса. Следующий добавлен элемент — это KPI. Он очень схож с теми элементами KPI, которые есть в штатном варианте. Давайте перейдем в режим редактирования. Однако есть у него ряд отличий. Отличие следующее. По сути, теперь тот KPI, который мы хотим отобразить, и его можно разложить сразу по нескольким элементам одного измерения. В данном случае мы раскладываем по измерению регион, и, соответственно, мы видим значение одного и того же показателя маловая прибыль, но сразу одновременно для всех тех регионов, которые у нас есть. Имеет смысл делать, если значение элементов в справочнике, по которому мы этот показатель раскладываем, оно не настолько большое, чтобы можно было это все красиво одновременно разместить на экране. Таким образом, клик, в принципе, сам добавляет визуальное расширение, делая свой продукт более привлекательным, добавляя все новые и новые элементы визуализации. Какие-то из них попадают в штатный раздел, попадают в раздел диаграммы, можно их использовать отсюда, либо они попадают в пользовательские объекты, так называемые банки. Разница между ними есть, и она заключается в том, что вот эти расширения банвы, они имеют ряд ограничений. Более подробно о них можно почитать в документации на сайте help.com. Из основных я бы выделил два. Первое, те банвы, которые мы видим здесь, как экстеншены, их нельзя добавить в раздел истории, то есть их нельзя использовать в своих историях. И второй момент, есть пока сложности с тем, чтобы их использовать при выгрузке в Excel с помощью компонента inPrinting. То есть именно сам inPrinting пока еще не поддерживает использование таких расширений. Возможно, в скором времени клик это исправит. Вот это второй момент был о том, насчет того, как мы можем использовать визуализацию клик. Есть еще один достаточно интересный вариант, который мы сегодня рассмотрим. Это так называемые независимые, либо сторонние расширения. Расширение, это, как я уже говорил, по сути полностью написанный в отдельной среде инструмент визуализации, который может быть интегрирован в интерфейс системы клик. Выглядит это примерно следующим образом. Я сегодня расскажу именно о тех расширениях, которые уже, собственно, готовы, уже написаны. Их предлагает компания Визлип. Сейчас мы их более подробно рассмотрим. Они идут комплектом. И уже, в общем-то, опробованы и нами, и некоторыми из наших клиентов. И, в принципе, хорошо себя зарекомендовали и значительно расширяют те свойства, которые изначально может предложить система клика. Из таких объектов самых интересных я, пожалуй, выделю бы те, которые сейчас представлены на экране. Изначально был точно такой же календарик, как теперь появился стандартно у самой компании клик. Но есть ряд очень любопытных расширений. Таких, как такой визуальный ввод в значение переменной. То есть можно либо руками ввести определенное значение, либо реализовать подобного рода ползунки, которые гораздо удобнее с точки зрения пользователя. Здесь я бы хотел еще обратить внимание на элемент KPI. Он более подробный и более расширенный. Погладает гораздо большими возможностями. А именно следующими. Помимо... Перейдем уже в открытый лист, доступный для редактирования. Обычно объекты типа KPI используются на дэшбордах, потому что он позволяет кратко высветить ту информацию, которая нам необходима в первую очередь. И вот этот объект, который мы видим сейчас, из интересного мы можем увидеть ряд дополнительных свойств к нему. А именно так называемые слои. Соответственно, можно добавлять новые слои на этот объект и в качестве слоя выводить ряд объектов. Либо какое-то текстовое значение, либо иконку, картинку, график. Вот сейчас у меня на экране представлено как раз текстовое отображение, иконки и график одновременно. Соответственно, я могу, например, вывести в режиме, опять же, дополнительно еще какую-нибудь сюда иконку. Например, такую. Могу разместить, где она будет располагаться на моем визуальном объекте. Могу разместить ее слева, справа, сбоку, как угодно. Ну и дальше при необходимости еще сделать, помимо выравнивания, цветовое распределение и какие-нибудь даже дополнительные действия на нее наложить. С серии переход, детализация, открытие стороннего листа. То есть такой монофункциональный объект, который сам к себе может сочетать дополнительно еще большой ряд дополнительных инструментариев. Следующий объект – это графические представления. Графики здесь представлены сейчас на экране линейные, столбчатые, комбинированные. В общем-то, назначения у всех графиков плюс-минус примерно одинаковые, однако визуально они выглядят совсем по-другому, в отличие от тех стандартных элементов, которые есть у системы клик. Ну и, соответственно, при наведении на график также всплывают различные подсказки, отличные от того, что предлагается изначально. Дополнительные элементы по визуализации могут выглядеть следующим образом. Развернем на весь экран, чтобы было более подробно и красиво это видно. Такая круговая диаграмма с элементом брейхдауна. Соответственно, я могу выбрать либо какой-то... Красиво, так важно. ...и детализироваться дальше, либо я могу выбрать такие регионы и дальше уже детализироваться там до городов. Вот в этом примере, который мы сегодня видим. Ну и обратите внимание, эти картеры, которые я выделяю, они вот таким образом в сторону продвигаются. Короче, там, типа какого плана аналитика, как анализировать? Пишешь вверху строку, покажите мне продажи какие-то, и оно тебе все согласит. Следующий объект – это пузырьковая диаграмма. Она, в общем-то, отличается от стандартной. По сути тем, что при наведении на любой визуальный объект всплывают вот такие оси по оси Х и по оси У, плюс дополнительная подсказка, и более точно можно посмотреть, сравнить с тем расположением, где это находится. Ну, также доступен инструмент LASSO, да, и также могу выделить нужные, интересующие меня области, для того, чтобы в дальнейшем их можно было приблизить и более детально рассмотреть, изучать. Здесь все достаточно стандартно. Доступен новый вариант спидометра, причем он любопытен тем, что отображает сразу, в общем-то, несколько показателей одновременно. Точнее, не показателей, а в нескольких разрезах один и тот же показатель. Да, то есть если мы на спидометрах обычно отображаем какое-нибудь процентное соотношение, показатели в виде процента, в целом, да, по всей существующей, текущей выборке, то сейчас его также можно разложить по элементам измерений, в данном случае по регионам. Ну и при наведении посерединке у нас появляется уже значение именно того разреза, того региона, который был выбран в текущий момент. Следующая диаграмма – это также диаграмма Санкея. Появилась уже достаточно давно в этих видах расширений. И она все-таки несколько отличается от той стандартной диаграммы Санкея, которая сейчас появилась в виде одного из пангов. Чем она отличается и кому что больше понравится, здесь, наверное, проще сравнить, да, посмотреть, определиться, кому что больше нравится. Вот. Еще интересный инструментарий – это диаграмма Вена. Обычно представители отдела маркетинга ее очень любят. Это, по сути, пересечение множества. Здесь мы задаем те объекты наших элементов справочников, которые нас интересуют, задаем показатели и смотрим, насколько они пересекаются. То есть в примере, который мы видим здесь, мы можем посмотреть ассортимент в нескольких магазинах и посмотреть, имеются ли общие товары, которые продаются во всех выделенных интересующих нас магазинах. Особое внимание я бы хотел уделить здесь именно табличным представлениям. То есть в этом наборе расширений от Визлип достаточно много объектов визуализации. Я попозже расскажу, где можно с ним более детально посмотреть и знакомиться. Но самый популярный и распространенный используемый объект – это табличные представления. У меня сегодня представлено несколько вариантов. для того, чтобы наглядно посмотреть. Поскольку для того, чтобы наглядно показать, сравнить, с чем они отличаются от стандартных таблиц, предлагаемых клик. Потому что очень часто мы слышим вопросы о том, что в табличном представлении очень бы хотелось сделать что-то то, чего клик не позволяет. И как раз эту проблему можно решить вот с помощью таких расширений, которые, в общем-то, позволяют делать следующие вещи. Сейчас я покажу. Придем на соседний раздел. Вот таким вот образом дополнительно теперь могут выглядеть табличные представления. Из интересного здесь появилась горизонтальная прокрутка столбцов. На левом графике мы это видим. Какие-то объекты вскрыты, какие-то нет. Можно осуществить вот такого рода прокрутку. Представлен полный контроль цвета и выравнивания. Цветом выделить можно теперь все, начиная от ячейок, показателей, измерений, заголовков, итоговых столбцов. Полная поддержка интерактивности и возможность включить какую-то встроенную функциональность. Возможность формирования заголовка и поддержки динамических меток. Условное отображение, скрытие столбцов. Есть возможность заморозить, закрепить столбец при прокрутке таблицы. Как мы видим сейчас, укреплен последний столбец КП. Я его могу открепить и закрепить любой другой столбец, любой другой объект. И, соответственно, в следующий раз при прокрутке именно тот столбец, который я закрепил, он уже будет оставаться на месте и не скрываться. Соответственно, дальше обычные представления здесь поддерживают неограниченные размеры. Можно добавить достаточно много измерений, чтобы они с учетом автомасштабирования все равно отображались на экране. Добавлять иконки в заголовок, менять цвета ячейки, фон ячейки, стиль, шрифт, тень, уравнивать заголовки справа налево, по центру, кастомизировать границы между строками, столбцами. В общем-то, дальше из интересного. Настройки кастомизированные, так называемые кастомные настройки заголовков. Показывать, скрывать строки, заголовки, шрифты, семейство шрифтов, стиль, жирный, полужирный, курсив. Теперь все это можно менять. Добавлять тени на текстах, изменить цвет фона с помощью палитры цветов или по выражению, скрывать границы строк. Из интересных опций появилась такая, как грузить не все данные сразу, например, отображать 100 строк по 100 строк, либо топ 100 строк, изменять цвет фона пустой ячейки с помощью выражения, как-то выделять строки таким образом при наведении курсора, показывать, либо скрывать иконки, добавлять мини-графики вплоть до каких-то более серьезных диаграмм именно в ячейке самой таблицы. В правой части экрана представлена уже сводная таблица. Обратите внимание, отдельные элементы одного измерения можно таким образом изменять, выделять на общем фоне. В табличном элементе представлено отображение каких-то иконок, элементов, смайликов, стрелочек, которые инцентируют внимание. И, собственно, вариантов по тому, что теперь можно сделать именно с табличным представлением, их гораздо больше, по сравнению с тем, что было представлено в стандартном варианте. Вот, таким образом, подводя небольшой промежуточный итог к тому, что мы сегодня посмотрели, еще раз акцентирую внимание на следующем. Есть стандартные элементы системы бизнес-анализа клика. они представлены в разделе диаграммы. В последней версии клика появились дополнительные объекты визуализации, так называемые бандлы. Один блок из них связан именно с навигационными бандлами, с кнопками действиями. И второй блок это появились уже, собственно, сами графики, сами элементы визуализации. пока есть в штатном режиме системы клик. Ну и дополнительно появились расширения визлип. Вот я сейчас открыл списочек, более полный перечень здесь представлен. Их также можно дополнительно использовать, установив, собственно, вот это расширение на серверах, где установлена система клик, для того, чтобы либо разработчики, либо пользователи также могли использовать нестандартные элементы визуализации, для того, чтобы более разнообразить анализ данных. Как можно более подробно с этим ознакомиться? Можно зайти на сайт biconsult.ru на наш сайт. Здесь можно зайти в раздел «Компания скачать». Очень интересный раздел, потому что здесь представлено много-много-много информации, которую можно скачать, начиная от каких-то обучающих курсов, самообучения и заканчивая какими-то более сложными вещами, свежими дистрибутивами. Очень интересный раздел, рекомендую обратить на него внимание. И вот здесь как раз вторым пунктом идет то, что связано с продуктом ClickSense, и в нем вторым списком идет набор расширенной визуализации для ClickSense везли. Это можно скачать бесплатно. Единственное, здесь потребуется регистрация, для того, чтобы была возможность для скачивания какого-либо инструментария. И, собственно, можно скачать, установить, потестировать, посмотреть, попробовать, насколько удобно, визуально, наглядно и полезно данная рода визуализация подходит. Так, ну, а сейчас, коллеги, предлагаю перейти к опции вопросы и ответы, потому что по тем расширениям и визуализациям, которые хотели сегодня показать, я уже, в общем-то, показал основные моменты. Сейчас, одну секунду. Ну,